Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем участникам, которые в этом коркурсе были, от Фоколесной сделаются подарки. Портал Город Зет соединяет любящие сердца. Посетитель сайта угадал результат футбольного матча Россия-Южная Корея и получил свое распоряжение баннер на популярном ресурсе. Впервые в Пензенской области сделано предложение руки и сердца в открытом интернете. И Заречный опять впереди планеты всей. И теперь об этих и других новостях подробнее. Увольнение без выходного пособия, отказ в выплате заработной платы за отработанный период, отсутствие социальной гарантии, выплат по больничному листу, беременности и родам, минимальные пенсии по старости. Это не об угнетенных рабочих в какой-нибудь африканской стране, раздираемые междоусобными войнами. Это реальность для жителей России, получающих зарплату в обход установленных законом порядков. Малоприятные подробности из жизни получателей зарплат в конверте в репортаже Ирины Герасимовой. Татьяна стала менеджером рекламного отдела телерадиокомпании «Заречный» недавно. До этого сменила несколько рабочих мест, на которых, призналась девушка, зарплату получала в конверте. Говорит, такой способ оплаты труда раньше ее не смущал. Пока дело не касается каких-то больших кредитов, вроде как ипотеки или чего-то подобного, пока что нет, не волнует официальная часть зарплаты. Главное, чтобы денег хватало. Так называемая серая зарплата перестала устраивать Татьяну, когда работодатель по собственному усмотрению урезал гонорарную часть, и девушка осталась практически ни с чем. Ты свои права не докажешь, вот у тебя есть там 3000 зарплаты, тебе их дали, дали, а то, что остальные 10 тысяч тебе не дали, в общем-то, никого уже не касается, потому что по документам у тебя эти 3000. Неофициальная заработная плата лишает работника всех социальных гарантий. Сотрудник, получающий денежное вознаграждение в конверте, даже частично, рискует потерять пенсию в будущем, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до трех лет. И уж тем более, если заработная плата полностью черная, тогда вообще не может идти речи ни о каких отпускных, больничных, пособиях в связи с беременностью и родами, а также в целом ряде других пособий. К сожалению, такие граждане не могут оформить государственную социальную помощь в органах социальной защиты населения. В соответствии с текстом закона для назначения и выплаты ежемесячных пособий семьям, имеющим детей, представляется документ, подтверждающий доходы каждого из членов семьи за три последних календарных месяца. В случае непредоставления данного документом, значение пособий отказывается. Человек, получающий серую или черную зарплату, лишает себя возможности и воспользоваться займом в банке. Отсутствие документа о ежемесячном доходе становится непреодолимой преградой в отношениях с серьезными кредитными учреждениями. Поскольку основным параметром является платежеспособность человека, и если у человека недостаточная платежеспособность, скорее всего, он получит отказ. Так как его дохода будет недостаточно для погашения ежемесячной суммы по кредиту. Особенно актуально это для молодых семей, семей, желающих получить ипотеку. Поскольку, с одной стороны, у них есть доход, они способны выплатить кредит, но поскольку он неофициальный, подтвердить это невозможно, и ипотеку оформить они не могут. При приобретении квартиры государство предоставляет человеку право заявить налоговые вычеты, возвратить часть затраченных средств. Поскольку с неофициальных доходов налоги не уплачиваются, получатель черной зарплаты правом на налоговые вычеты воспользоваться не сможет ни в случае с покупкой жилья, ни в других случаях. Есть такое понятие, как социальный налоговый вычет. То есть, когда человек тратит деньги на образование, свое любое детей на здравоохранение, получая зарплату в конвертах, соответственно, не может обратиться за этими вычетами в налоговую инспекцию. Выбирать, за какую заработную плату трудиться, конечно, дело каждого. Но соглашаясь на деньги в конверте, стоит помнить не только о нынешнем благосостоянии, но и о своем будущем, которое защищено, если вы получаете белую заработную плату. Ирина Герасимова, Андрей Лешин, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». И более подробно о том, чем грозит работникам и работодателям применение теневых зарплатных схем, мы сегодня поговорим с заместителем начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Камилем Макдеевым. Мы ждем его в студии прямого эфира сразу после основного информационного блока. А пока к другим новостям. Предложения превышают спрос. Количество рабочих мест в Заречном почти вдвое превышает уровень безработицы. Численность зарегистрированных в Центре занятости населения безработных составляет 466 человек, а заявленная работодателями потребность в работниках – 843 вакансии. Из них по рабочим профессиям – 566, в счет квоты для инвалидов – 220. По данным ЦЗН, из 466 зарегистрированных безработных – половина женщины, пятая часть молодежь – 10% граждан непредпенсионного возраста, 31% – инвалиды. Как сообщают специалисты ЦЗН, с начала года нашли постоянные и временные рабочие места 358 человек. Уровень, регистрируемый в городе безработицы – 1,19%. Выпускникам девятых классов хотят дать возможность сдавать экзамены в рамках государственной итоговой аттестации в течение четырех месяцев. Соответствующий приказ уже готовится в Министерстве образования и науки России, а ввести новые нормы планируется уже в ближайшее время, пишут сегодня известия. Досрочный этап сдачи экзаменов в рамках введенной в этом году обязательной для всех девятиклассников ГИА по всем предметам прошел с 21 апреля по 17 мая, основной – с 28 мая по 6 июня. Дополнительный – пересдача обязательных предметов и доздача остальных – запланирован с 10 по 19 июня. Теперь планируется добавить еще один период – с 7 июля по 16 августа, в течение которого не сдавшие экзамены с двух попыток девятиклассники получат еще один шанс. Изменения пока касаются только ГИА в девятом классе, для того, чтобы у школьников была возможность нормально сдать экзамены и оградить себя от опасности остаться на второй год, пояснили изданию в пресс-службе министерства. К сдаче единого государственного экзамена в 11 классе такую схему применять пока не планируется, поскольку выпускные экзамены привязаны к приемной кампании в вузах, подчеркнули в Миноборнауке. Возможность трижды пересдать экзамен позволит снизить психологическую нагрузку на девятиклассников и избежать неприятных последствий, которые могут повлечь за собой ошибки, допущенные в связи со стрессовыми ситуациями во время сдачи, отмечают в Министерстве образования и науки России. Годы за школьными партами позади. Экзамены пройдены. Зареченские старшеклассники готовятся к выпускному балу. В эту пятницу 11-ти классники получат аттестаты и простятся со школой. По традиции праздник состоится в самом центре города. На площади Ленина будут чествовать золотых медалистов. В этом году их 14. Кроме того, впервые в истории города школьникам, добившимся особых успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности, вручат знаки отличия «Гордость Заречного». После торжественной части на площади выпускники разойдутся по своим школам, а в полночь снова соберутся вместе в Центре здоровья и досуга. Там продолжится торжество. Организаторы обещают, скучать выпускникам не придется. В этом году мы также впервые собираем всех выпускников в 12 ночи в Центре здоровья и досуга на общий праздник, который называется «Герой нашего времени». В этом году вся страна празднует 200-летие Михаила Юрьевича Лермонтова. И мы тоже решили не оставить без внимания это событие. В этом году выпускникам очень повезло. Их ждет очень много сюрпризов интересных. Город им сделает очень хороший, интересный подарок, шикарный. Я думаю, им запомнится на всю оставшуюся жизнь. В школу или в лагерь? На велосипеде. И можно не бояться, что с двухколесным транспортом что-то случится. В 226-й школе появилась новенькая велопарковка. По словам директора образовательного учреждения Светланы Кутузовой, потребность в этом была. Многие дети и даже сотрудники школы приезжают на учебу или работу на велосипедах. Обеспечить сохранность имущества было проблематично. Личный транспорт ставили где придется. Зато теперь никаких проблем не будет. И парковочных мест должно хватить всем. Как только первые солнечные дни появились, асфальт освободился от снега, то сразу же у нашего забора появилось огромное количество велосипедов. Так как велопарковки у нас не было, и поэтому все наши транспортные средства крепились прямо к забору или к соседним рядом кустарникам. Если посмотреть, у нас бывает от 30 до 40 велосипедов. Сейчас устанавливают на 40. Если обратили внимание, то велопарковки установлены как раз в зоне видимости камеры. То есть не можно ни опасаться, ни припять, что транспорт будет находиться в надежном состоянии. Велопарковка около 226-й школы, третья из установленных за несколько последних дней. Подобные стоянки для двухколесного транспорта уже смонтированы возле лицея и 225-й школы. Интернет-конкурс «За что я люблю заречь» на организованной нашей телеразиокомпании завершается. Прием работ уже закончился, но повлиять на судьбу главного приза еще можно. Голосование за лучшее признание в любви к родному городу завершится в пятницу. О фаворитах конкурса, наградах победителю и участникам материал Сергея Пруцкого. «За что я люблю заречный» – творческий конкурс, организованный телеразиокомпанией «Заречный» подходит к завершению. Фото и видео признание в любви своему городу, сочинения и стихи прислали 10 жителей Заречного. Борьба развернулась нешуточная. Это, наверное, уникальный еще для Заречного случай, когда у номинантов по две с лишним тысячи голосов. Причем голосуют только зарегистрированные пользователи. То есть обычный человек просто так не зайдет и не проголосует. Надо обязательно зарегистрироваться, оставить адрес своей электронной почты или какие-то координаты. Более пяти тысяч голосов собрали произведения участников конкурса, размещенный на портале «Город Зет». Прием работ уже завершился. Правда, голосование еще продолжается. Пока лидирует Алексей Танкашкуров и его видеопризнание в любви к Заречному. Практически на пятке ему наступает Иван Панькин. Возможно, один из них и станет обладателем главного приза – велосипеда. Это 21 передача, это тормоза системы V-brake, это регулируемые сидения, подставочка, подножка. Все очень даже неплохой аппарат. У меня у самого такой был года два назад. То есть победителю будет очень приятно и комфортно ездить на нем? Да, я думаю, победитель нашего конкурса по достоинству оценит подарок магазина «Спортзона». Конечно, только победитель уедет на велосипеде. Но и остальным не стоит расстраиваться. Сюрприз ждет всех зареченцев, приславших свои работы. Я хотел бы вообще всем участникам, которые в этом конкурсе были, от Фоколесной сделать подарки. Они, может быть, там не сверх какие-то там серьезные, но приглашаю безвозмездно, бесплатно позаниматься у нас в физкультурно-оздоровительном комплексе. Это настольный теннис, это тренажерный зал. Я думаю, что та молодежь, которая участвовала в этом конкурсе, получит хороший заряд эмоций и энергии. Осталось совсем немного времени до того момента, когда станет известно имя победителя. Голосование завершится 20 июня в 12.00. У вас еще есть возможность повлиять на его исход. Сергей Пруцкий, Сергей Тюрин, телерадиокомпания «Заречный». Эпидемиологи бьют тревогу. Ситуация с заболеваемостью геморрагической лихорадкой с почечным синдромом ухудшается. За последние полтора месяца зарегистрировано 18 случаев заболевания, подтвержденных лабораторно. Несмотря на то, что наш город территориально расположен в природном очаге инфекции, такого всплеска заболеваемости в весенне-летний период еще не было. Геморрагическая или мышиная лихорадка – тяжелое заболевание, которое дает серьезные осложнения на почке. Но уберечься от нее можно. Нужно соблюдать простые правила предосторожности. Они должны помнить постоянно при каких-то ситуациях, когда они выходят на природу, или выезжают на дачу, или идут в гараж, или идут куда-то там ремонтировать машину, или так далее. Если какие-то их работы, действия сопровождаются сильным пылеобразованием, в обязательном порядке защищать органы дыхания. Лучше всего, если это будет респиратор. Но в крайнем случае, там ватно-марливая какая-то серьезная повязка, которая реально защитит от пыли органы дыхания. И, возможно, защитит людей от заболевания. Если есть возможность обойтись без того, чтобы поднимать пыль, то есть влажным способом что-то убрать, протереть, то обязательно уборку надо проводить только влажным способом. Пункт передержки бездомных животных появится в Заречном к концу текущего года. Уже завершено оформление документов на земельный участок под строительство. В настоящее время ведутся проектные работы. Место для строительства пункта передержки бездомных животных определено в районе 20-й дороги. Реализацией проекта занимается общественная организация «Волонтеры города Заречного». В пункте планируется проводить стерилизацию, вакцинацию и несложные ветеринарные операции. Мэр Заречного Вячеслав Гладков считает такой путь наиболее приемлемым. В отличие от других практик, от практик других городов, где ведется отстрел бездомных животных или уничтожение другими способами. Как ранее отметил глава Зареченской администрации, решение проблемы может быть только цивилизованным. Существование и функционирование пункта передержки бездомных животных целиком будет зависеть от благотворительных пожертвований жителей города. В настоящее время реализацию проекта добровольно финансируют предприниматели Заречного. «Работа, безусловно, идет не быстро, не так быстро, как хотелось бы, собственно, по нескольким причинам. Во-первых, все то, что связано с земельными вопросами и со стройкой, вообще быстро не происходит. Во-вторых, все работы по формированию земельного участка, по проектированию выполняются безвозмездно. Поэтому, если исполнители делают эту работу безвозмездно и долго, я могу им сказать только спасибо за то, что они ее вообще делают. Но я очень рассчитываю на то, что к осени мы пункт передержки построим. Безусловно, этот пункт передержки, его строительство и последующее содержание будет невозможно без жертвователей, без благотворителей, без активных горожан». Портал «Город.З» подводит итоги мини-конкурса по прогнозам на первую игру сборной России в Чемпионате мира по футболу. Предложение предсказать результат посетители сайта воспринялись с энтузиазмом. Пользователь, первым предсказавший ничью, получил в подарок баннер на сайте и подарил его другу. Что за этим последовало, знает Ольга Савкина. Угадал результат матча России-Южная Корея Чемпионата мира по футболу и получил в свое распоряжение баннер на информационно-развлекательном портале «Город.З». Победитель мини-конкурса предсказаний Антон Гаврилин признается, за российских футболистов болеет, но не до фанатизма. Интересуется всеми видами спорта. Этой зимой Антон даже побывал на Олимпийских играх. Он из тех, кто предпочитает быть в курсе событий. Поэтому конкурс, который длился всего несколько часов, не пропустил. Утром я просматриваю новости на сайте ТРКЗ. Слежу, что происходит в Заречном, вдруг что интересного. И там я узнал об этой акции. И мы с друзьями решили узнать этот счет. И я выиграл. Как я угадывал результат этого матча, я многого от России не ждал. Вся группа у нас была ровная. Даже бельгийцам трудно удалось выиграть Алжир. Поэтому я поставил на ничью. Предсказал счет матча и победил. А вот баннер, признается Антон, ему особо и не был нужен. Зато очень пригодился другу, который разместил на нем предложение руки и сердца своей девушке. Это волшебно. Просто волшебно. Мы такого не ожидали. Что произошло? Впервые в Пензенской области сделано предложение руки и сердца в открытом интернете. И Заречный опять впереди планеты всей. Чем закончится романтическая история? Наверняка все у ребят будет хорошо. А чем закончится спортивное? Портал Город Зет вновь предлагает предсказать. Прогнозы по результату следующего матча Россия-Бельгия можно будет оставить на сайте. Внимание! 20 июня. Прогнозы принимаются один день. Окажетесь первым правдивым предсказателем и баннер на портале Город Зет в полном вашем распоряжении. Аж на двое суток. Ольга Савкина, Андрей Илюшин, телерадиокомпания «Заречный». Когда сюжет уже был готов к эфиру, мы узнали продолжение романтической истории. Девушка на предложение руки и сердца прямо на сайте ответила согласием. Поздравляем всех причастных. Организаторы конкурса предсказаний даже не ожидали такого эффекта. Узнаем, как будут развиваться события. И сразу после короткой рекламы мы вновь вернемся в студию прямого эфира новостей Заречного для того, чтобы встретиться с заместителем начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Камилем Макдеевым. Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускники 2014 Спонсоры проекта Торговый центр «Дубрава» Магазин «Строймак» Ювелирный салон «Жемчуг» Магазин электроники «Прайм» Студия цветочного дизайна «Твой букет» Генеральный спонсор проекта Стоматологический центр «Дента» Стоматологический центр «Дента» Качественное лечение, протезирование, современные материалы, приемлемые цены, дисконтная система скидок. Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны персональная скидка 10%. Город Заречный, проспект Мира, 15А. Телефоны 60-64-88, 60-45-87, 79-64-41. Стоматологический центр «Дента». Высокое качество лечения по разумным ценам. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Повезло заполучить на производство «Золотые руки». Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудования для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Юбилейные вклады с высокими ставками от «Инвесторгбанка». Только до 30 июня каждому вкладчику зонт в подарок. Для пенсионеров дополнительные специальные условия. Подробности по телефону 8 800 245 45. АКБ «Инвесторгбанк» УАО. Сенсационное предложение в честь открытия гипермаркета «Магнит». Говядина 299 90. Ждем вас каждый день по адресу торговый центр «Дубрава», Ленина 18А. Выпускники 2014. Спонсоры проекта. Салон красоты «Бархат». Салон «Чайная симфония». Ювелирный салон «Софи». Центр образовательных услуг «Репетита Плюс». Магазин спортивных товаров «Турист». Генеральный спонсор проекта. Стоматологический центр «Дента». Репетитация «Дент». 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 Новости Заречного в эфире Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Камиль Макдеев Добрый вечер, Камиль Здравствуйте Камиль, ну вот здесь вот в сюжете рассказали такие ужасы, описали, что человек, получающий зарплату в конверте, работодатель, использующий серые зарплатные схемы, ставит работников в такое положение практически рабское А давайте вот начнем, наверное, представить от печки, а что это такое серые зарплатные схемы, зарплата в конвертах, это что? Сейчас постараюсь пояснить, то есть у нас есть по закону минимальный размер оплаты труда, то есть ниже этой суммы работодатель не имеет права выплачивать своему работнику То есть наши работодатели недобросовестные стараются платить по минимуму, то есть не ниже этого мрота так называемого Вот, а все остальное, все что сверху они выплачут просто-напросто в конвертах, то есть нигде это не учтено, то есть естественно с этого не исчисляются никакие налоги, не перечисляются никакие взносы То есть и вот все вот такие вот последствия А много у нас таких? Ну на самом деле достаточно, достаточно А вы как-то с ними боретесь и вообще каким образом проводится работа, ну не будем говорить там по легализации, да, такими словами уж не будем бросаться страшными А более понятно, что, какая работа с ними проводится? Ну вот в налоговом органе уже, как несколько лет создана комиссия, комиссия по легализации теневой заработной платы и налоговой базы В которую входят представители и администрации города Заречного, также входят и сотрудники прокуратуры На этих комиссиях мы заслушиваем предварительно отобранных работодателей, у которых уровень заработной платы составляет, ну так скажем, граничащий вот с этим выбором Есть такие подозрения, чтобы не совсем все чисто Да, причем последние года 2-3 уже налоговая служба ориентируется на средние показатели заработной платы по виду отрасли, по экономической деятельности То есть, ну просто ради примера В среднем там по Пензенской области средняя заработная плата в строительной отрасли составляет порядка 20 с лишним тысяч Мы выбираем, допустим, зареченских строителей, смотрим их уровень заработной платы Оказывается, у них 7 тысяч рублей, то есть, у нас возникает уже вопрос То есть, мы приглашаем работодателей вот на эти комиссии, заслушаем их, почему, в связи с чем у них такой, ну, как сказать, разнящийся, да, уровень заработной платы И что они говорят? На самом деле, иногда доходит и до смешного Ну, в основном, основная отговорка это то, что тяжелое экономическое состояние, то есть, кризис, вот, причем Возникает резон вопроса, зачем вы тогда этим занимаетесь? Да, да, причем, вот этот средний уровень заработной платы, он доводится до нас органами Пензостата То есть, это берет совокупно всех организаций, то есть, погрешность здесь, в принципе, наверное, будет очень маленькая Ну, в том числе и зареченских, естественно Конечно, естественно, вся Пензенская область Камиль, и дальше, что грозит работодателю, если этот факт будет установлен и подтвержден? Ну, на самом деле, сейчас налоговая служба идет немножко по другому пути И доводит до работодателя, вот, как раз то, что и уровень зарплаты низкий, там, и другие аспекты Вот, именно, ну, как сказать, провоцирует работодатель, чтобы он самостоятельно корректировал Как раз вот эту вот, и налоговую нагрузку, и уровень заработной платы То есть, сейчас налоговая служба направлена на, больше на сознательность А работникам вы доводите эти сведения? То есть, работодатель, вы выявили, что, ну, что-то здесь нечисто, есть такие подозрения С ним вы проводите определенную работу А к работникам вы обращаетесь, что, ребята, ну, смотрите Ну, поймите, когда работник работает, в принципе, на данный момент доволен, да, теми даже конвертными выплатами Он никогда и не придет к нам и не скажет Проблемы начинаются тогда, когда его просто увольняют Или нарушают его какие-то там трудовые, нарушают трудовой законодатель, нарушают его права Вот, и тогда вот уже работник уже сам приходит к нам Вот, работник, когда ему выплачивают, наверное, вот на данный момент ему, как бы, ну, не совсем так плохо Поэтому, да, работника мы не доводим А вкратце, у нас осталось совсем немного времени Вы не оценивали размер вот этого вот теневого рынка экономического? О каких суммах может идти речь? О суммах там недоплаченных налогов? Или вообще о том, какие деньги крутятся? Ну, конкретную сумму сказать я затрудняюсь, но это даже и нереально вычислить Потому что масштабы, на самом деле, не маленькие Вот, точную цифру не могу сказать Но могу сказать, что тот налог на доходы физических лиц, да, который уплачивается с заработной платы Это все-таки является бюджетнообразующим налогом В частности, для Заречного Вот, и мы до работодателей, мы доводим как раз эту информацию, что вы хотите жить в чистом городе, да, получать хорошую медицину Ну, вся социальная политика, она как раз от этих отчислений, поэтому мы вот именно на этом и направляем Ну что ж, Камиль, спасибо вам за участие в нашей программе И хотелось бы пожелать удачи налоговой службе и всем другим органам, причастным к выявлению вот этих вот теневых зарплатных схем Удачи для того, чтобы, ну, все-таки, может быть, люди осознали Будем надеяться, что осознают Если не работодателю, которому это выгодно, то, по крайней мере, хотя бы работники немножечко подумали о том, что уходя, например, женщина, уходя в отпуск по уходу из ребенка, она не получит ничего Спасибо вам, Камиль Спасибо Всего вам доброго Я прощаюсь с вами Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня И до встречи на канале Заречный Спонсор прогноза погоды – компания «Ремстрой» Компания «Ремстрой» – один из лидеров по производству и установке высококачественных пластиковых окон «Ремстрой» входит в 100 лучших товаров России и награжден золотой медалью за качество Производство и установка пластиковых окон, натяжных потолков, стальных и межкомнатных дверей, горизонтальных и вертикальных жалюзей, а также продажа и установка кондиционеров Все это – компания «Ремстрой» 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 Продолжение следует...